Привет, семья! Спасибо, что вы с нами и смотрите девятый выпуск четвертого сезона канала Хороших Новостей. Меня зовут Сергей Анохин. А меня Аня. И сегодня мы с радостью расскажем вам о ярких событиях, которые произошли в мае в международных христианских церквях по всему миру. Мы начнем с рассказа о ярких победах в миссионерском сборе, затем перейдем к рубрике «Момент милосердия». Далее нас ждет специальный анонс от издательства «Солдаут Пресс Интернешнл» и рассказ о дне из жизни нашего брата Мубанги из церкви в Мельбурне, Австралия. А завершат наш сегодняшний выпуск хорошие новости со всего мира. Многие из вас знают о специальном миссионерском сборе пожертвований. В нашем движении он проводится ежегодно с целью поддержать церкви по всему миру, которые еще не вышли на самоокупаемость. Ученики с большим вдохновением участвуют в нем для того, чтобы удовлетворить нужды нашей международной семьи церквей. Когда сроки миссионерского сбора подходят к концу, у нас обязательно случаются невероятные чудеса в этом важном теле. В Сиднее, Австралия ученики под руководством нашего брата Питера спланировали и организовали продажу воздушных шаров для сбора средств на миссию. Благодаря совместным усилиям, а также сотрудничеству с местными предпринимателями, Бог невероятно благословил их. К своему изумлению ученики смогли собрать почти 10 тысяч долларов всего за два вечера. И это поистине чудесно. Лидер церкви в Берлингтоне Дэниел Линдрос горячо молился о том, чтобы Бог помог ему достичь своей цели в миссионерском сборе, так как не мог этого сделать до определенного момента. После окончания молитвы он получил сообщение от своего старого друга, который готов был пожертвовать 3100 долларов. Именно эта цифра и являлась точной целью Дэниела. Вот это да! Хотя некоторые церкви продолжат собирать средства в течение лета, многие наши общины в Соединенных Штатах уже стали свидетелями невероятных побед Бога в таких городах, как Бостон, Филадельфия, Майами, Тампа, Вашингтон, Делавер, Бойсе, Кона, Туссон и Сент-Луис. На данный момент каждая из этих церквей выполнила свою цель на 100%. Это были трудные и в то же время плодотворные месяцы подготовки к миссионерскому сбору пожертвований. Благодарим всех, кто жертвовал от всего сердца и делал невозможное для Бога и процветание его царства. А теперь мы представим вашему вниманию нашу традиционную рубрику «Момент милосердия». Мы снова в прямом эфире с новостями о долгожданном небелосердии, который некоторые люди теперь называют «зелеными светлячками». Все больше очевидцев по всему миру сообщают об их возросшей за последнее время активности в Северо-Южной и Центральной Америке, на Карибах, в Африке, Азии, Евразии и на Ближнем Востоке. Это уже 15-й год подряд, когда «зеленые человечки» проявляют повышенную активность, а некоторые инсайдеры считают, что во всем мире их число уже превысило 12 тысяч. Мы просим общественность не терять бдительности, если вам повезет. Ух ты! Вы даже сможете застать их действий. Я Эрл Джонс, ведущий прямой репортаж из Сан-Франциско. Большое спасибо, Эрл. Хочется отметить, что 14 июня стал днем нашего ежегодного поста за то, чтобы 15, а в некоторых странах и 16 июня, этот праздник стал поистине ярким событием. Мы с нетерпением ждем следующего выпуска, чтобы рассказать вам о том, как ученики во всем мире проявляют сострадание в действии ко всем нуждающимся. Также у нас есть небольшое объявление. Стартовал конкурс видеороликов для наших креативных амбассадоров милосердия. Спонсором и организатором выступил фонд Мерси. Правила просты. Создайте одно-двухминутный видеоролик, посвященный теме сострадания в действии, и пришлите вашу работу до 1 июля. Победитель конкурса получит бесплатную регистрацию на Международную конференцию лидеров студентов Чикаго в августе этого года, а сам видеоролик будет показан на конференции в рамках Мерси Найт. Нам не терпится узнать, кто же станет победителем. Присылайте свои видео Денис Бордиери по адресу, который вы видите на экране. Также мы хотим напомнить вам о нескольких прошедших и приближающихся конференциях. И первая из них, миссионерская конференция франкоговорящей Африки, прошла в Эбиджане, берег слоновой кости, с 6 по 9 июня. Следом за ней в те же выходные в Маниле, Филиппины, состоялась конференция миссий стран Тихоокеанского региона. А с 27 по 30 июня в Лагосе, Нигерия, пройдет западноафриканская конференция лидеров под названием «Бог способен». Ученики этой горячей общины с нетерпением ждут гостей из разных стран мира для совместного служения и дружеского общения. Позже, этим летом в Чикаго, пройдут две конференции. С 28 июля по 4 августа будет представлена наша подростковая программа «Игнайт», а несколькими днями позже, с 8 по 11, пройдет долгожданная международная конференция лидеров студентов, которая станет главным событием нынешнего года. На этой конференции участников ждут уроки для женатых и неженатых учеников, а также для тех, кто не является частью студенческого служения, но все равно хочет принять в нем участие. Продолжение следует... Это будут насыщенные, вдохновляющими событиями, мудростью и жарким общением выходные. Яркие воспоминания и глубокие убеждения на всю жизнь гарантированы. А мы переходим к специальному объявлению от издательства Sold Out Press International. Книга «Бумажные тигры», написанная доктором Лиэн Кернан, уже хорошо знакомая и любимая многими жемчужинами в библиотеке нашего издательства Sold Out Press International. И теперь мы рады объявить о выпуске ее аудиоверсии, рассказанной самой Лиэн Кернан. Эту чудесную аудиокнигу теперь можно приобрести через аудиобл. Лиэн делится с читателями глубокими убеждениями и личным опытом, путешествуя по различным историям о библейских женщинах. В каждой главе она рассказывает о препятствиях и возможностях противостояния с каждым бумажным тигром. Приобретите свой экземпляр сегодня. А сейчас вас ждет рассказ о дне из жизни Мубанги нашего дорогого брата из церкви Мельбурна, Австралия. Я закончил фондашию класса, и я был вверх, и одна из моих сестров, Алиса, approached меня и сказал, что «черчь хорошая». И я пошла. Я помню, что брата пришла к мне, Арен Ха, и он сказал, что «Арн Ха, в библиотеке». Я помню, что дисциплильсия была сделана, потому что я не знала, что я не знала, Дисциплина. И это очень важно, потому что я всегда хотел знать Бог, всегда хотел быть христианом. И знал, что я не был, я не был спас, это очень важно. Я думал, что я должен быть христианом. И потом, это было прямо до Баптиси, на 3rd of March. В первую очередь плачу я нахожусь в Замбия. Я начался в Лусака Интернациональный Christian Church. Это было очень хорошим опытом. Я помню, как я нашел себя там. В Sydney, мы были проведены в Устро-China conference. Андрюс Мэлли был главный сектор лидер для Африкина. Он приехал, и мы были хорошие общения. Я помню, что мы говорили, что я работал в полном порядке, что я могу работать везде, где-то по 90 дней. И вот, да. Замбия Миссион Тима также будет отправлен в зиму. Это будет хорошо, если вы можете приехать там три месяца. Помните, что я делаю. Я думаю, что, почему не? Это было очень хорошим опытом, очень хорошим опытом, чтобы приехать в Миссион Тима и просто посмотреть, что Бог может сделать. Это было бы то, что я увидел мой сын был Баптиси. В следующем году я пошла, это был Мелбурн Интернациональный Christian Church, который был в Миссион Тима. После того, чтобы приехать в Замбия Миссион Тима, я подумала, почему бы я не хочу приехать на Миссион Тима? Потому что, да, на Миссион Тима, это когда вы испытываете то, что это означает, чтобы быть в Миссион Тима. И мы приехали здесь. Я сейчас буду в Миссион Тима, и также буду в Миссион Тима в Миссион Тима. Я буду в Миссион Тима на Миссион Тима. Я буду в Миссион Тима на Миссион Тима. Я буду в Миссион Тима на Миссион Тима. Это может быть просто Евангелизм, или в Миссион Тиме на Миссион Тиме. Моя мечта – это увидеть, конечно, мою семью, чтобы быть в Миссион Тима. Я очень люблю эту Скульту. Начну т Imman. Спасибо, дорогой мубанга, за потрясающий рассказ. Это очень вдохновляюще, видеть твое преданное Богу сердце и яркий пример христианской жизни. Пришло время для хороших новостей со всего мира. И начнем с новостей о традиционном женском дне. В прошлом месяце этот потрясающий праздник под названием «Совершенно новое» организовали и провели филиппинские женщины. 39 сестер церкви в Давао на своем мероприятии собрали 145 женщин, а 38 сестер из церкви в Сибу были щедро благословлены Богом рекордной цифрой посетителей – 322 женщины. Впечатляющая работа сестры! Церковь в Дубае провела свой первый женский день, и это стало важной вехой для этой церкви нашего движения. Они молились о возможности собрать на своем празднике 85 человек и о двух крещениях. И великолепный Бог действительно показал, что может сделать больше, чем мы просим и можем себе представить. В итоге на это историческое событие 37 сестер собрали 116 женщин, желающих услышать Слово Бога, и у них произошло 3 крещения. И еще о крещении в церкви Сиракуз. Шерон, наша верная сестра и преданная ученица Христа, крестившаяся в 1996 году, является настоящим образцом веры. Она дважды в жизни отправлялась на зарубежное миссионерское поле, в том числе и в 2018 году в Камбоджу. Бог, безусловно, благословил ее стойкость и искренние убеждения, и в конце мая Шерон смогла, наконец, крестить свою сестру Линду после 28 лет настойчивых молитв за нее. Бог исполнил ее мечту. Это так чудесно! Добро пожаловать в семью, Линда! Еще одно особенно радостное событие произошло недавно в прекрасной горячей церкви Тбилиси. Это вдохновляющая история о Шерлин, молодой студентке-медике родом из индийского Бангалора. Она нашла недавно открытую церковь в Тбилиси через социальные сети. Несколько месяцев Шерлин изучала Библию, борясь с писанием из-за своих прошлых религиозных убеждений и доктрин церкви Пятидесятник. Однако со временем она смиренно покорилась Божьему Слову, приняла Иисуса Господом, крестилась и теперь является нашей сестрой во Христе. Поздравляем тебя, дорогая Шерлин! И хотя крещение всегда нереально воодушевляет полностью преданных учеников по всему миру, видеть, как потерянные Божьи овечки возвращаются в духовное стадо не менее вдохновляюще. Мы хотим завершить сегодняшний выпуск рассказами о переходе из ICOC и о нескольких восстановлениях, произошедших за последний месяц в Божьем Царстве. Новость о возвращении Джины, крестившейся в 1998 году в ICOC, пришла к нам из Манилы. До того, как уйти из церкви, Джина была верной ученицей и работала в организации «Надежда по всему миру» на Филиппинах. Однажды, узнав о том, что ее предыдущий наставник был восстановлен в новом движении, она снова начала искать Бога, изучая Библию с сестрами из Южного региона и углубляя свои убеждения. 14 мая небо и земля торжествовали, когда Джина стала членом церкви. Она очень рада тому, что Бог снова действует в ее жизни самым мощным образом. А на следующий день на другом конце света в лондонской церкви младшая сестра Лукаса Триа, Изабелла, вернулась в церковь. Она крестилась в Чили пять лет назад, но, к сожалению, через год решила покинуть общину. Но Бог верен и со временем он побудил ее сердце снова оставить все и переехать в Лондон, чтобы воскресить свою веру. Многие радовались тому, что их молитвы о ней были услышаны. На воскресной службе Изабелла с открытым сердцем рассказала о своей жизни и о решении полностью посвятить свою жизнь Богу. В любимой нами Киевской международной христианской церкви ученики радовались возвращению Марии, которая крестилась в 2022 году, но вскоре, приняв решение перестать жить как ученик, ушла от Бога. В глубине души она понимала, что ее жизнь движется по спирали негативных событий и поэтому начала изучать Библию с нашей дорогой сестрой Катей. Благодаря чуткой заботе сестер, утренним молитвам, изучению слова до поздних ночей и, в конечном счете, силе Божьей, в сердце и образе жизни Марии произошли потрясающие изменения. Теперь она снова горячая и преданная ученица Иисуса Христа. И пусть ему будет вся слава. И, наконец, в церкви Сан-Франциско группа служений неженатых стала свидетелем вдохновляющего восстановления Мэджока. Наш дорогой брат был обращен в ICOC еще в 90-х годах, но со временем стал отходить от веры. Однако Бог никогда не отказывается от своих детей и продолжает определять время и место для того, чтобы они снова начинали искать его. Однажды, сидя в кафе, Мэджок услышал, как несколько учеников изучают Библию. Он подошел к ним и признался, что ищет возрождение. После долгого изучения Библии и благодаря вере и любви, проявленной к нему учениками, Мэджок был восстановлен в Божьем Царстве 14 мая. Добро пожаловать домой всем нашим вернувшимся братьям и сестрам во всем мире. Мы любим вас и радуемся вместе с вами. Огромное спасибо за то, что были с нами. Если вам понравился наш сегодняшний выпуск, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями и близкими, чтобы и они могли увидеть, как Бог продолжает благословлять свой народ. С вами были Сергей и Аня Анохины на канале Хороших Новостей. Лучших новостей, которые вы когда-либо видели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова